Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор 8-9 каталога Фаберлик. Я, к сожалению, куда-то задевала бумажный каталог, поэтому у нас вот так вот в формате онлайн мы будем его с вами листать. Надеюсь, обзор из-за этого не будет вам менее полезен и будет также интересен. Итак, поехали! Первое, что хочется сказать и отметить, обращаем внимание на сроки действия каталога. Я уже об этом рассказывала, писала пост в Дзене. У нас с вами 8-й каталог объединяется вместе с 9-м и будет действовать с 16-го мая по 26-й июня. Что это значит? Сейчас объясню. То есть мы работаем по этому каталогу бумажному и электронному два периода. Другого в 9-м периоде не будет. Компания, видимо, решила немножко заморозиться, притормозиться здесь с изменениями в мире. И я надеюсь, что это только к лучшему на самом деле. Но у нас с вами вот эта периодность, она сохраняется в каких планах? То есть период действия 8-го каталога, он у нас с 16-го по 4-й, по-моему, июня, если я не ошибаюсь. С 16-го мая по 4-й июня. И дальше с 5-го июня по 26-й или с 6-го, не помню, девчонки, у нас с вами 9-й каталог. То есть если вы получаете зарплату, вы ипэшник, или как я самозанятый, или вы просто консультант получаете объемную скидку, она будет приходить раз в каталог. То есть это дело нам не объединили. То есть мы за 8-й каталог получаем выплаты и за 9-й каталог получаем выплаты. Если у нас есть какие-то бонусы раз в каталог, они также будут по каталогам раздельно. То есть за 8-й, за 9-й. ВИП это программа, еще какая-то программа, может быть лайка восстановят, пока никаких новостей нет. Вот эти все бонусы-ништяки у нас сохраняются. У нас просто 8-й и 9-й каталог, грубо говоря, одинаковый. А так все как было, так все и остается. То есть если вы делаете заказ раз в каталог, даже минимальный, чтобы не слететь там с лайка, ну вроде как лайк заморозили, кто выполняет его условия, те должны бонусы тоже какие-то получить в будущем, я надеюсь. То мы делаем и в период 8-го каталога, и в период 9-го каталога. И не забываем в этот период оплачивать заказы, да. Просто у нас один каталог, да. Будем с вами много заказов по нему делать. Итак, теперь мы смотрим с вами каталог. Тут безумно много новинок. Я прям не знаю, как ограничить себя с табалами. Ну, он у нас, слава богу, два периода длится. Надеюсь, все сразу не разберут. Продолжается акция для новых консультантов. Она будет действовать тоже все эти два периода, то есть 500 рублей новичкам. Вообще акция крутая. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Буду вам помогать. Хотите работать, научу работать. Хотите заказывать, будете заказывать со скидкой. Так, поехали дальше. Новая линейка на Фиберлик в тренде, как и все остальные компании, да, натурально. Забота о природе у нас, эко-упаковке, эко-средства. Я буду брать. Буду брать все, скорее всего, потому что мне интересно. У нас с вами масло конопли здесь содержится. Натуральный ночной крем длицаться, она, сразу скажу, не бюджетная. Обычно у натуральных продуктов она такая есть. И дневной крем. Здесь по 50 миллилитров в каждой тубе, да, она у нас запаяна должна быть. Мне нравится дизайн. Мне нравится вообще безумно вот такое вот сочетание, такого именно зеленого, такого оливкового, не знаю, оливка-хаки, да, с таким вот бежим. Вот прям мне упаковка очень импонирует. Я хочу. Так, и у нас здесь с вами маска Детокс. Тоже хочу взять попробовать. Она глубоко очищает, выравнивает. Мне кажется, она вот больше для жирной кожи подойдет. Очищает. Мне нравится описание, девчонки, этой серии. Если вы еще не читали, почитайте. Смотрите. Глубоко очищает и выравнивая кожу, подобно как неспешная прогулка по лесу, очищает мысли. Это перезагрузка для кожи, сотворенная самой природой. И каждое средство описано очень интересно. Гель для умывания. У нас с вами, я обычно использую пенки, они мне ближе, но, конечно, возьму, попробуйте гель. Натуральный крем мыла. Скорее всего, только его не буду брать, потому что твердым мылом не пользуюсь. А так, как хочется погрузиться в нежную пену белоснежных облаков, плывущих высоко в небе. Слушайте, описание я когда читала, я немножко даже посмеивалась. У нас с вами тени для век, представленные в двух различных текстурах. Первая у нас такой мятной упаковки, вторая в голубой. Первый у нас с вами глиттеры, больше глиттеры, да? Глиттеры такие, упаковки из 100% переработанного пластика. А вторые, это шелковая текстура, наверное, такая больше сатиновая. Я хочу все, кроме розовых. Потому что если они вот здесь на модели, как они пишут, тени 5877, 5880, я вот такие розовые не хочу. Хотя здесь они немножко по-другому выглядят, да? А вот тут вот мне не очень нравится. Поэтому будем брать с вами тени. Написано, что сделано в Италии. Тоже все у нас экологично, все супер, 100% натуральные ингредиенты. Посмотрим обязательно, посмотрим, потестируем. Появляется в этой линейке еще запеченный бронзер. Тоже хочу его взять, цена не совсем бюджетная, и он почему-то мне напоминает Аква де Портофино серию перевыпуск. Надеюсь, это не он. Хочу взять, хочу попробовать, будем смотреть. И в этой линейке у нас, по-моему, из новиночек... А, еще кисти, девчонки, кисти тоже хочу взять. Я брови не крашу, у меня татуаж. А вот эко-кисть для макияжа глаз возьмем, конечно, потестируем. Очень миленькая. И с собой вот так брать. Хорошенькая маленькая кисточка, мне кажется, должна быть. А вот этот кокосовый скраб-праймер, девчонки, я когда увидела первый раз, мне хочется уже с картинки взять ложку, зачеркнуть и попробовать на вкус. Смотрите, как он аппетитно выглядит вообще. Здесь всего 10 грамм. Это очень мало. Но у нас внутри банки, судя по всему, сухой продукт. Мы будем смешивать его с водой или добавлять в свой гель для умывания. Вот можно, кстати, попробовать с гелем, с новым будет. И просто так. И массируем личико. Ну, очень аппетитно в баночке. Выглядит вообще просто великолепно. Матирующие салфетки для лица, конечно же, тоже возьмем, попробуем. Здесь только новинка. В этом кталово глаза разбегаются. Хотела взять что-то для Ксюши из одежды, но она у меня с таким дизайном носить не будет. Скажет, это уже для детей. Потому что, ну, вот, не знаю, мальчик сидит, да, с вот этим вот мишкой, с таким забавным детским милым, но как-то не солидно. А мальчик такой прям уже в возрасте с динозаврами, она у меня тоже не оденет. Ай, тем более такой капюшон. Ну, да. Посуда безумно понравилась. Два раза уже ее заказывала и буду пополнять свою коллекцию. Безумно приятно из нее кушать. Она прекрасно моется, она легкая, она не бьется. Мне понравилась очень, девчонки. Прям вот и цвет мне нравится. Прям все-все-все меня в ней устраивает. Поэтому, конечно, конечно, буду брать еще. По поводу шопера. Подумаю. Он у нас, получается, будет стоить 699 без скидки. Потому что у меня их два уже. Один от Фаберлик, другой от Василька. И, в принципе, мне достаточно. А так дизайн красивый, выполнен очень стильно. На гномиков у нас будет цена. Со скидочкой я хотела их собрать. Их не было на складе в свое время. Не знаю, подумаю. У меня вот такой вот розовый. Классный гном. Ничего с ним не случается. Вообще здоровский, потрясающий. Порошки не подешевели, к сожалению. Пока, пока. Гели для стирки тоже. Но концентрированный кондиционер, допустим, из серии Гринли, более-менее стоит. Моющее средство, концентрированное, кстати, универсальное, можно использовать и для стирки. Если кто не знал. Лайфхак вам. Вообще, для мытья полов, стен, столешниц, кухонных поверхностей, раковин, детских комнат. 269 рублей без скидки. То есть так где-то 200. Его вполне себе можно использовать и для стирки в стиральной машине. Так, поехали дальше. Моя любимая тушь фёст-класс будет по 299 рублей без скидки. То есть где-то 230 рублей со скидкой. Это нормальная для неё цена. Она была чуть дешевле, 199 раньше по скидкам. Но она крутая. Я буду брать в запас, потому что достала из холодильника последнюю свою запасную тушь, грубо говоря. Она крутая, она мне безумно нравится. Она действительно удлиняет, она действительно подкручивает и создаёт объём. Ну, в общем, для меня пока это Фаберлик идеальная тушь, поэтому вам тоже рекомендую к ней присмотреться. Карандашки, кстати, вот эти новые, что для глаз, что для губ. Крайне нестойкий продукт, поэтому я на них даже не смотрю. У меня для глаз подводка маркер пока самая любимая. И замены тоже ей не вижу. Кушон мой подходит к концу. Буду брать сменный блок, потом, возможно, я возьму по вип-программе новой целой. Хотя смысла не вижу. Единственное, вот плохо, что в сменном блоке нет новой пуховочки. Вот это вот разочаровывает. Могли бы положить её. Не хватает её очень. Постоянно одну и ту же стирать. Всё равно это не очень гигиенично. И хочется её уже заменить. Сейчас, кстати, возвращаюсь к праймеру для ресниц. Где он у нас? Вот, 399 рублей. Стоял он, у меня долго не пользовалась. Просто потому, что не хочется лень. На самом деле, девчонки, от него есть эффект. Если ещё потушить фёст-класс, то вообще хлопай ресницами и взлетай. И обожаю, и много раз вам говорю, праймер для губ. 329 рублей в этом каталоге будет стоить. Он вообще нереальнейший, он крутой. Он разглаживает губы моментально. Просто моментально. Под любую помадку. Я его люблю сейчас даже как самостоятельный продукт. Сейчас уже заканчивается первый флакон. Второй у меня есть тюбик в запасе. Ещё в пустышках вам обязательно про него расскажу. Он нереально крутой. Я его прям обожаю. Карандашик экспресс для ухода за кутикулой. Тоже мой любимый. 299 рублей будет по скидочке. Хорошая вещь. Использую регулярно. Один в запасе тоже есть. Вот уже открыла. Первый отправляется в пустышки. Действительно тоже моментально приводит кутикулу в нормальное состояние. То есть это эффект кратковременный. Должны это понимать. То есть руки вы помыли и опять она у вас сухая. Но если вам надо куда-то на мероприятие и так далее. И до маникюра ещё долго на ежедневной основе. Можно использовать этот карандаш. Очень здорово. Я его прям обожаю. Я так и не взяла масляные духи. Хотя очень хотелось. Их не было на складе. И цена у них в принципе дешёвая. Но все девочки, которые брали, сказали, что они так же не обладают стойкостью, как и парфюмы аналогичные. Новинка. Наклейки. Какая новинка? По-моему они у нас уже были. Такие красивые. Татушки переводные. У меня зелёный аромат. Он не очень нравится. Он похож на императрицу. Да, он не стойкий. Да, он быстро выветривается. Но что мы хотим как бы за такие деньги. И вот про масляные духи девчонки сказали так же, что тоже, к сожалению, они не стойкие. Поэтому брать не буду. У нас с вами перевыпуск флакона аромата Портужор. Я в своё время его брала. Он понравился мне в пробнике, но носить на себе я его не смогла. Мне не понравился. Но знаю, у него есть много поклонников. Знаете, на что я обратила внимание в этом каталоге? Что у нас здесь стоит звёздочка. Возле слова духи. Видите? И сносочка такая. Духи группы Экстра. Я не парфюмерный маньяк. Я не знаю, что такое духи группы Экстра. Но если вы знаете, напишите, пожалуйста. Я думаю, многим будет интересно. Какие парфюмы взять на лето? Вот они как раз на одной страничке. Свеженькие. Ну, в футуре они совсем, конечно, свеженькие. В нём есть свежесть. Но он сладенький. Он сладенький. Его я как раз сравнивала с ароматом фаруэй. Эйвенским. Что у нас ещё можно взять на лето? Бамбон. Каори. Свеженький. Ну и всё. Дальше мужские пошли. Мало на самом деле свежих ароматов. Фаберлик на самом деле прям вот мало. Хочется свежести-свежести, а нет. Я уже снимала в обзоре заказа парфюм новый. И если кому золотая крышка попалась, девчонки, обязательно пишите. Интересно, попадается ли вообще кому-то. Мы взяли геймдэй парфюм. Он понравился больше мне и мужу. One day какой-то, one way какой-то слишком слащавый. Геймдэй прям муж оценил и сказал, да, да. Хотя до этого парфюма Фаберлик он прям воротил нос. Прям фу и фу. Поэтому классно. Если они брали, вот коды пробников, пожалуйста, берите, тестируйте, носите. И смотрите, у нас уже Дон Леон стоит год, наверное. Он не хочет пользоваться. Раньше брала ему вулкана. Сказал, фу, хватит эту гадость брать. В общем, как-то так. Не сложились у него отношения с парфюмом. Новинки еще мужские, но по какой-то дикой цене, как всегда, такие вещи Фаберлик. Вот аналоги есть на зоне, на Велберест. Я уже молчу про Алиэкспресс. Гораздо дешевле. Электробритва сеточная, 2,5 тысячи, 600 рублей к ней сменной головки. Да, и электробритва роторная, аж 3,300 и 1000 рублей сменной головки. Есть дешевле такие продукты, поэтому я не смотрю даже в эту сторону. Желания никакого нет. По серии Гиалуронка, только положительная, могу сказать. Моя кожа ее выпивает. Какой результат? А результат кожи более упругая и подтянутая. Я это вижу реально. Она, не знаю, у меня кожа очень этот уход нравится, девчонки. Прям вот очень-очень. Особенно, когда на ночь наносишь концентрат, а потом ночной крем. С утра просто такая упругость. Вот, я вижу, что кожа прям счастлива от этого ухода. И она даже более счастливая, чем от серии One Week Merkle, честно. Поэтому, пользуясь при великим удовольствии, мы вам тоже рекомендую. Средства очень крутые, классные. У нас здесь появляется увлажняющий тоненький лица, чему я несказанно рада. Обязательно его возьму. 150 миллилитров, 300 рублей. Мицеллярка тоже потрясающая. Все в уходе, все супер. Про криосферы и маску-бандаж есть отдельное видео, хотя маска-бандаж, наверное, выйдет позже обзора, но посмотрим. В общем, все работает, все как бы нравится, но нужна регулярность. Как и везде, как во всех массажерах фаберликовских и любых других и так далее, нужна регулярность. И тогда результат будет. Если не лениться делать все каждый день, то все будет супер. У кого жирная комбинированная кожа, всегда рекомендую кислородный баланс. Дневной крем на лето. Поэтому присмотритесь. Он действительно матирует. Он действительно классный. Про серию ЛАФ, особенно про крем универсальный для лица, рук и тела в баночке большой вверху. Я его много уже отпила. Я использую его даже Крестюши. Потому что у нее было шелушение. Ну, аллергическая, скорее всего, какая-то реакция. И вот этот крем безумно круто смягчил и убрал шелушение. Поэтому он у меня теперь всегда. Он 3+, правда, нам почти год. Но, тем не менее, крем потрясающий. Он действительно творит чудеса. Девочки в комментариях писали даже, чтобы сырья слечит. Я не знаю. Но все возможно. Верю в это очень даже охотно. Биоси пролистываю. Ничего здесь для себя не нашла. Но давно хочу вот такие вот гели для душ тропические попробовать. Потому что цена нормальная за 200 мл. Но в свое время их не было на складе. Если в этот раз будет, то обязательно попробую. Паста, кстати, зубная еще тоже интересна. Кто пробовал, девчонки, напишите. 169 рублей. Нормальная цена. Мне просто на все практически пасты Фаберлик начинает сразу эмаль повышать свою чувствительность. А Биоси интересно. 3+, причем есть такая универсальная. Потому что Ксюша любит нашу пасту потырить. Хотя у нее детские свои прям в запасе. Вот эти 3 средства люблю, обожаю, уважаю. И возьму себе в запас универсальный крем с аргинином еще. Потому что использую его практически ежедневно для ножек. Для ножек. Потому что ноги у меня сейчас в диком ужасе и шоке. Сеточки и так далее. Очень много движений. Маленький ребенок. Нагрузка большая. И вот этот крем с аргинином. Он просто потрясно справляется с своей задачей. Он безумно круто смягчает. Я пробовала его как крем для рук даже использовать. Он безумно круто смягчает кожу моментально. У него классный состав. Там есть сабельник. Хотя у нас отдельно есть растирка с сабельником. Там конский каштан, по-моему, аргинин. Ну, в общем, у него донник. Вот тоже классная вещь. Он борется с нарушениями сосудистыми какими-то. Ну, в общем, я его очень люблю. Очень люблю и прям вот просто обожаю. Поэтому подсела на него капитально и чередую его с венотоником. День венотоник, день аргинин. Прокладки подорожали 250 рублей. Но я все равно беру. Потому что они в магазине подорожали. А наши прокладки крутецкие. Вообще не протекают. И у меня никаких к ним нареканий. Только вот к липкости крылышек. Нарекания у всех девочек. Хочется более надежный, липкий слой. Все очень боялись, что пропала морошка. Она никуда не пропала. Девчонки, все на месте. Просто, наверное, разбирают интенсивно. Поэтому в каталоге она есть. Скорее всего, что-то возьму в запас. А вообще я хотела... Я хотела... Сейчас скажу вам, что я хотела. Я хотела взять кувошинг. Потому что я помню год-два назад даже, наверное, когда она повелась год назад. Кувошинг это очищающий кондиционер. Вот он, он, 299 рублей. Когда я в прошлый раз мыла с ним волосы, голову, да, я получала прям комплименты. Ой, хотя была блондинка на тот момент. Как-то и восстановила волосы. Что ты с ними сделала. Это такой бальзамчик кондиционера для волос, который практически не пенится. И мы моем не только кожу головы, но и волосы. Да? Без шампуня. И волосы действительно выглядят круто. Кончики запаяны, и вообще все супер. Поэтому мне понравилось. Я сейчас, так как волосы повреждены, хочу повторить именно его. Будем с вами вместе делать. Кто не пробовал, прям покажу. На ботанике такую картинку сделали, что хочется купить. Вот честно, мне прям так нравится это сочетание. Потрясающее. Из бадов. Эль-карнитин пью. Какой эффект? Не знаю. Сказать не могу. Пью, как бы все нравится. Пью по схеме. Хочется взять еще и ColorBlock, и LessSweet, и MetaUp, и курсом как следует все пропить. Тело привести немножечко в форму. Ну, может быть, в Телеграм с вами мы договаривались, что если будем садиться на ПП, то вместе. Такая новинка тоже интересная. И достаточно бюджетная смесь для приготовления детокс-смузи с клубникой. И здесь у нас с вами 25 порций, 679 рублей без скидки. 500 с чем-то будет. Уталяю чувство голода, попробуем, обязательно возьмем. Хочешь, не хочешь, короче, наверное, мы со следующего потолока с вами будем садиться на ПП. Из новинок еще пью кальций, пью Артрафорта. И немножко попозже на Артрафорта дам отзыв, потому что кое-что заметила, кое-что интересное, и мне кажется, он работает, но пока прошло просто мало времени. Скорее всего, возьму еще баночку, две банки пропью, и позже дополню свой отзыв. Потому что у меня есть проблемы, они имеются, как бы у меня перелом позвоночника, у меня был перелом ребер, у меня спина болит очень сильно, поэтому я начала видеть изменения спустя какое-то время. Но мало времени прошло, попозже дам обязательно отзыв поподробнее. Никак не уловлю на сайте корректора осанки своего размера. Надеюсь, что в этот раз он будет. Хочется тоже взять, потому что горбимся всегда, и постоянно блин кофе подорожал, капец, придется, наверное, брать в магазине. Хочу вот эту черную часть, цедру, апельсин и банан взять, попробовать мужу. Мужу и Ксюше. Я чая не пью, в принципе, никакой. Могу только травяные сборы попить, ни больше, ни меньше. Вот такая интересная штука у нас появляется. Портативный блендер, и стоит он 3000. Девчонки, я посмотрела аналоги на маркетплейсах, и от 500 рублей вот такую штуку на маркетплейсе купить можно. Поэтому, как всегда, я в шоке от цен. Фаберлик, ну вот такие вещи. И, конечно, брать не буду. Не буду, естественно. У меня есть обычный блендер. За такие деньги можно купить хороший обычный блендер. Порошок, к сожалению, не сильно подешевел, и его было выгоднее девчонке брать, по-моему, в прошлом каталоге. Он выходил за 400 чем-то рублей. Ну, хоть немножко цена падает, потому что все боялись, что он так останется в такой ценовой категории. Гели для стирки дороже, чем порошок. Обратите внимание, но чуть дешевле пятновыводителя и отбеливатель кислородный. Но здесь меньше объем. Поэтому по цене, в принципе, выходит как порошок, если брать их именно для стирки. Кондиционеры зато по 129 вообще нормальная, адекватная цена. А вот такие вот по 239. Чем интересны они лучше? Ждем акцию на другие. По поводу рефрешера, девчонки, я его тестировала, тестировала, и мне кажется, что освежителем воздуха, побрызгай на ткань, что просто распылителем и водой, и погладь ручками, будет тот же самый эффект. Мне кажется, это что-то типа маркетингового хода, ни больше, ни меньше. Средство для мытья посуды у нас с вами подорожало. 239. Это прям, это прям ах. Это прям ах. И дешевле его в этом каталоге не будет. Очень жаль. Но все равно, я все равно буду брать, даже по такой цене, потому что любим, потому что пользуемся, да, бытовая химия, она вся выросла в цене. Средство для засоров вообще аж 449 рублей, но оно работает. Но мне кажется, за такую цену оно популярностью пользоваться не будет, потому что оно действительно дорого. Дорого можно взять, средство от засоров дешевле, да, в фикс прайсе и так далее. Не вижу смысла брать так дорого. Новая коллекция одежды тоже классная здесь, детская. Посмотрю, посмотрю, может быть, что-то и возьму. Есть на что посмотреть. И платьишки женские и так далее. Но в каталоге, как всегда, модели представляют одежду очень некрасиво. Вот я смотрю обзоры людей, которые заказывают одежду Фоберлик, далеко не идеального телосложения. И там одежда выглядит гораздо лучше, чем на моделях в каталоге. Я не могу понять, почему. Почему они ее так представляют? И в жизни, когда на пункт выдачи приходила одежда, девочки там мерили, брали. Я смотрела, вот, думаешь, блин, никогда бы на эту вещь в каталоге не посмотрела. Такое, а человек меряет, и ты видишь, что вещь достойная. И что вот действительно модель портит весь вид просто. И поэтому не хочется брать даже. Так что вот так. Расческа у нас здесь новая появляется, бамбуковая. Она деревянная расчесочка. 329 рублей. По поводу очков меня в этом году не зацепили. Так что я, скорее всего, прохожу мимо. В конце BioGlow SPF серия и уход за телом антицеллюлитными. Кстати, скраб безумно нравится из той линейки. Портофин распродают. Мне кажется, ее уже пора порублю отдавать, потому что никому практически не зашла эта серия. Так же, как и Жорди. Она тоже не пользуется популярностью. Я больше, чем уверена. Много провальных продуктов. Вообще пора прям конкретную распродажу, мне кажется, устраивать. Для рук, для ног. И уже серия Love у нас с вами в конце. И, в принципе, все, мои дорогие и мои хорошие. Надеюсь, что обзор был вам интересен. Ссылка для регистрации всегда под каталогом. Всех люблю. Целую всем. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова